Привет, я Наташа Жукова, я основатель и ректор университета современной психологии, магистр психологических наук и самый титируемый в России специалист по созависимости. Измена может оказать глубокое влияние на человека, вызывая эмоциональное и психологическое изменение. Эмоциональные реакции могут варьироваться от горя и разочарования до потери доверия и низкой вообще самооценки. Психологические измены могут привести к стрессу, тревожности и даже депрессии. Человек, который столкнулся с изменой, часто пересматривает свою самооценку, ценности, установки в отношении себя и близких. Это также может повлиять на доверие вообще к партнеру и другим людям в жизни. Поведенческие изменения могут выражаться в недоверии, ревности, стремлении к изоляции или наоборот, в поиске новых отношений, чтобы что-то доказать. Как помочь себе в такой непростой этап и облегчить страдания? Первый совет. Важно принять свои чувства. Не осуждать себя, что вам хочется злиться, поорать или еще что-то. Вы не можете мгновенно перейти через прошлое и жить, как будто ничего не случилось. Конечно, измена стала серьезным потрясением для вас и пошатнула вашу жизнь. Вполне естественно, что боли возвращаются и мысли об этом не отпускают. Вы все еще разбираетесь, как это вообще могло произойти. Попробуйте называть свои чувства вслух, вместо того, чтобы позволить им без конца бурлить где-то внутри, и это действительно помогает. Просто вслух скажите «Я чувствую злость», «Я беспокоюсь», «Я растеряна» или что-то другое. Вам ничего не придется делать с этими чувствами, достаточно просто сначала их признать. Второй совет. Работайте над своими мыслями, поскольку многие эмоции вытекают из того, как мы воспринимаем события. Наш внутренний голос иногда искажает реальность, преувеличивает какую-то ситуацию и соединяет порой несвязанные события, создавая ощущение неизбежной катастрофы. Не дайте вредным мыслям портить вашу жизнь. Запишите их, словно внутренний голос диктует вам что-то. После того, как будет все это на бумаге, вы увидите, что нет ничего ужасного. Вернитесь к тексту, найдите преувеличение. Например, «Я так измучилась каждый день думать об измене». И меня бы зацепила фраза в этой фразе каждый день. Думаю, более точно отражает действительное слово «часто». То есть пишем «часто» тогда. Третий совет. Думайте о том, о чем вам хотят сказать эти воспоминания. Воспоминания об измене мужа не возникают просто так. Возможно, они пытаются подсказать, что есть нерешенные вопросы в ваших отношениях, требующие внимания. Например, возможные проблемы с сексуальной жизнью или конфликты с детьми. И четвертый совет. Перестаньте жить ожиданиями, сверхожиданиями от партнера. Честно, мы видим своих партнеров, как нам хотелось бы, а не такими, какие не есть на самом деле. И зачастую предполагаем, что они разделяют наши взгляды. Однако воспитание женщин и мужчин, также влияние появления детей, формируют разные опыты. Важно научиться принимать партнера с его сильными и слабыми сторонами, осознавая, что для него могут быть некоторые вещи, как бы, там, не знаю, сложные либо невозможные. Как и для нас в том числе. Пятый совет. Обратитесь к специалисту. Это не стыдно. Важно осознать, что забота о нервной системе так же необходима, как и забота о теле, да, или в каких-то частях тела. Если у вас есть травма пальца, да, или перелом руки, вы же обратитесь к врачу. Аналогично, если ваша нервная система испытывает неполадки, обращение к специалисту очень важно. Симптомы, такие как нарушенный сон, повышенная тревога, депрессивное настроение, самоистязание, раздражительность, изменение в аппетите, апатия, панические атаки, они требуют внимания специалиста. Друзья, не забывайте, что ваше здоровье это приоритет. Если вы чувствуете, что устали, у вас нет сил, желания что-либо делать, это признак того, что, возможно, пришло время обратиться за помощью и обратить время на себя. Подписывайтесь на мой канал, также на меня во всех социальных сетях. Все актуальные ссылки лежат прямо под этим видео. Чтобы знать себя лучше, прояснить актуальную ситуацию в жизни и получить пищу для размышлений, пройдите бесплатный психологический тест на сайте моего психологического центра, ссылка будет внизу. После прохождения вы получите промокод 20% на первую сессию или пакет консультаций. Успехов!